По топливному кризису и вообще по экономике ходило несколько слов, потому что мы там сейчас читаем, да, там доллар растет, соли нет, цены растут, заправиться нельзя. Как вы видите этот процесс и разрешим ли он в ближайшее время с вашей точки зрения, потому что для людей, которые в Украине, ну это очень важные вопросы сегодня. От сложного к простому давайте. Итак, от сложного. Экономика Украины разрушена. Разрушена войной, инфраструктура разрушена и мы вышли из ситуации предыдущей модели. Что сейчас происходит? Финансовая экономическая система, финансовая система страны балансируется дотациями со стороны цивилизованного мира, по сути. От 5 до 7 миллиардов долларов ежемесячно экономика страны получает для того, чтобы все получали пенсии, заработные платы, социальные выплаты и минимально необходимое исполнение бюджета в военное время. Плюс к этому мы получаем военную поддержку, вооружение. Вот так будет выглядеть баланс нашей экономики в ближайшее время. Поступление налогов, к сожалению, сократилось и очень существенно. Дальше сократились, естественно, поступления импорта, сократится и потребление импорта, потому что потребительская возможность каждого человека падает. К сожалению, мы потеряли огромное, чудовищное количество рабочих мест и производства, и тут ничего с этим не сделаешь, потому что если производство останавливается и завод разбомблен, то люди остаются без работы. И как бы не хотел собственник держать людей, поддерживать и платить, у него просто нет на это ресурса. Отсюда возникают вторичные следствия. Если захвачен завод, а в чем соль, условно говоря, остановил работу, то поставки соли, естественно, сократятся. Значит, является ли это ультракритической ситуацией? Нет, не является. Это пройдет какой-то промежуток времени, и это будет сбалансировано. А вот Авдеевский Коксахим остановил свою работу. Это значит, что в следующих цепочках металлургические предприятия также остановят свою работу. Это опять большое количество людей потеряют рабочие места и устойчивый заработной флаг. Вот это проблема. Что касается топлива, по топливу мы видели, что было целый ряд нанесено ударов по инфраструктуре. Надо точно сформулировать, что вот здесь была допущена неаккуратность со стороны правительства, когда были сформулированы ограничения на ценовые паритеты. Благородная вполне цель, но это привело к тому, что топливо просто исчезло, потому что его стало невозможно завозить. То есть никто из частных трейдеров не будет заносить в себе в минус, потому что ниоткуда взять. У всех сейчас ресурсы закончились. Поэтому сейчас работает ситуация отпущенных цен, но все-таки при контроле моржевых позиций каких-то. И для того, чтобы ситуация стабилизировалась в условиях, когда у нас нет там, допустим, свободных транзитных перемещений через море, осталась только железная дорога и автомобильные пути, мы вынуждены признать, что время для стабилизации по бензину будет занимать больше, чем мы привыкли от принятых решений. Ну, то есть, условно говоря, наверное, в течение пары-тройки недели он будет стабилизироваться. Так же, как стабилизируется и цена. На каком уровне, мне трудно сказать, мы увидим действия рынка. О чем нужно думать украинцам? Нужно думать не о том, что там на неделю пропадет соль или сахар или еще что-нибудь. Украина никогда не помрет с голоду, это скорее пусть об этом думает мир и Европа, мы себя обеспечим всегда. Надо думать об общей ситуации, когда, к сожалению, рабочих мест будет все меньше и меньше. Поэтому нужно цепляться за устойчивость и стараться, так сказать, создавать модели, которые работают. Варианты, а пусть мне дадут работу, я хочу работать, но почему мне никто, почему государство об этом не думает? У государства нет возможности сбалансировать только вот это, рабочие места. Вот это является самым большой угрозой для нас. Тот план Маршала, о котором все время говорят на всех этих международных позициях, где активно этому способствует и выступает тот же президент Зеленский, как вчера в Давосе, еще где-то. Но это все правильно, это все взгляд в будущее. Взгляд сегодня гораздо сложнее. Вот сегодняшняя балансировка чрезвычайная, она требует, опять же, предельной концентрации, нет опущения никаких ошибочек. Никаких помарочек, вот типа контроль за ценообразованием и так дальше. Вот тут мы должны это очень ясно понять. Приоритет все-таки здесь сначала военные поставки и обеспечение бытовой армии, потом самое необходимое. И только потом киевские домохозяйки будут возмущаться, что в Гудвайне вместо шести видов красной рыбы всего два. Понимаете, вот пока будем понимать, что мы живем в условиях войны. А соль, я думаю, соль будет. Ну, я вам скажу, некоторое время без соли тоже полезно. Но еще один серьезный вопрос. Мы видим... Огурчики, стольные, будете развивать? Ну что вы, надо же думать об этом. Огурчики, огурчики. Пока что не думается об этом. Пока что думается о каких-то более, наверное, приземленных вещах. Огурчики, стойные, будете развивать?